Добрый день, с вами канал Гетокласс, я Алексей Колчин. И сегодня мы поговорим о высоте гор. Известно, как образуются горы. Тектонические плиты сталкиваются, и в местах столкновения горные породы поднимаются все выше и выше, и так получаются горные хребты и целые горные системы. Но возникает такой вопрос. А есть ли какие-нибудь ограничения на высоту гор? Почему на земле не встречаются горы высотой 20 или даже 50 километров? Первую простую оценку можно дать из следующих соображений. Когда гора становится все выше и выше, давление на основании увеличивается, и в тот момент, когда она достигает предельного для данной горной породы, она начинает разрушаться, пластически деформироваться и течь. И это предельное давление выяснено в экспериментах на больших прессах. И для гранита, как такой характерной горной породы, она составляет около 300 мегапаскалей, или 3 на 10 восьмой паскаля. Ну, значит, отсюда мы можем получить значение высоты гор предельное, которая составляет примерно 10 тысяч метров или 10 километров, что вполне хорошо согласуется с высотой самых больших гор на земле. Я должен подчеркнуть, что наша оценка является достаточно грубой, к ней так и надо относиться. По разным причинам. Ну, во-первых, форма горы это вовсе не прямоугольный параллепипед из какого-нибудь эксперимента по разрушению горных пород. А это скорее конус с достаточно широким основанием. Во-вторых, когда мы говорим, что высота Джамалуммы составляет примерно 9 километров, так это 9 километров над уровнем моря. Но Джамалумма вовсе не стоит на берегу океана. И тем не менее, мы должны признать эту оценку весьма хорошей. 10 километров это высота, которая не противоречит нашим знаниям о высотах, характерных высотах гор на земле. Теперь я сделаю вторую оценку предельной высоты гор, связанную с теплотой плавления. И хотя, конечно же, горные породы в основании горы вовсе не плавятся, тем не менее, энергия, требуемая на их пластическую деформацию, сопоставима или имеет тот же порядок величины, что и энергия, которая требуется на расплавление вещества. Представим себе, что гора выросла до своей предельной высоты H, и пусть она теперь чуть-чуть просядет. При этом потенциальная энергия горы уменьшится на энергию верхнего слоя, как будто мы перенесли его с вершины горы под ее основание. Это уменьшение потенциальной энергии составит MGH, где M – масса перенесенного слоя, а H – высота горы. С другой стороны, этой энергии должно хватить для пластической деформации нижнего слоя. Поскольку пластическая деформация связана с разрушением кристаллической решетки, эта энергия будет сравнима с энергией, требуемой на расплавление нижнего слоя, и мы оцениваем ее как M λ, где λ – удельная теплота плавления горной породы. Масса в этой формуле сокращается, и отсюда мы можем получить оценку для высоты горы. Это удельная теплота плавления, деленная на ускорение свободного падения. Удельная теплота плавления для гранита – это порядка 140 кДжоуль на килограмм, и мы получаем для высоты горы предельной 14 тысяч метров или 14 километров, что вполне согласуется с предыдущей оценкой в 10 километров. Правда, здесь величина получилась больше, но, с другой стороны, мы должны сказать, что пластическая деформация требует все-таки меньше энергии, чем плавление, и, стало быть, наша оценка слегка завышена. И обратите внимание, обе наши оценки показывают, что предельная высота гор обратно пропорциональна силе тяжести на поверхности планеты. И вот, посмотрите, на Венере сила тяжести составляет 9 десятых от земной, и самая высокая гора поднимается на высоту 11 километров – выше, чем на Земле. А на Марсе сила тяжести в два с половиной раза меньше, чем на Земле. И самая высокая гора Марса – вулкан Олимп – возвышается на целых 25 километров, примерно в два с половиной раза выше, чем самые высокие горы на Земле. Тогда по этой логике получается, что на Луне, где сила тяжести в шесть раз меньше, чем на Земле, должны быть горы высотой 60 километров. Однако этого нет и близко. В чем же тут дело? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на Ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok